Мы продолжаем рассказывать об эффективности деятельности народной приемной президента, которая реально решает острые проблемы, с которыми сталкивается население той или иной местности. Отдельное внимание и вопросу занятости молодежи путем эффективной реализации различных проектов. Как строится работа в этом направлении в Индижанской области, расскажет Шухрад Шакиров. Трудоустройство незанятого населения, обеспечение источниками доходов, приобретает важное значение во время пандемии. Данному вопросу отдельное внимание уделяется и в деятельности народных приемных. В частности, в начале нынешнего года в Индижанской области определено трудоустроить 43 221 молодого человека. На сегодняшний день 32 268 из них, или без малого 75%, уже обрели постоянные рабочие места. 2725 в легкой промышленности, 1173 в строительстве, 11 532 в сельском хозяйстве. 4 205 молодых людей поступили на работу в государственные организации и предприятия. 5 858 трудятся в частном секторе и еще 4 744 в других направлениях. 2 254 юношей и девушек получили кредиты в размере 101 миллиарда 153 миллионов сумм. Тем самым создано 3980 новых рабочих мест. С начала этого года 4877 молодым людям в 91 массиве выделили 658,5 гектаров земли для занятия дыхканством. Почти 345 гектаров – это междурязя садов, а без малого 314 гектаров раскинулись в холнистой местности. Перейдем к конкретным примерам. В Мархаматском районе в этом году 170 юношей и девушек получили по 20 соток земли. Организовали кооператив в массиве Тухтасын-Мирзаев и 57 молодым людям передали 11,4 гектара площадей, на которых разместили саженцы миндаля, ореха, вишни, яблонь, персиков, груш. А между ними выращивают дыни, арбузы, тыкву, помидоры, картошку, болгарский перец, баклажан, фасоль, маш, земляной орех, которые уже приносят первые доходы. Свои 20 соток земли и у Табасум, одул Шадонова из Махали-Мустакли, Кургандипинского района, которая до этого была без работы. Посадив бобовы из первого урожая, она намеревается получить в среднем 5 миллионов сумм чистой прибыли. В этом году земельные площади выделили 30 юношам и девушкам из Кургандипинского района. Фермер Шерзот-Мирзаев вместе со сверстниками работает над повышением урожайности агрокультур. Реализовали огурцы, спрос большой и на чеснок, и бахчевые, поспевает лук. В итоге 30 семей теперь имеют настоящие источники доходов. Помимо создания новых рабочих мест в сельском хозяйстве, на основе дорожной карты стараются наиболее полно задействовать имеющийся потенциал в производственных предприятиях, в сфере услуг и в Пахтабадском районе. К примеру, недавно сдали в эксплуатацию вот эту точку технического обслуживания автомобилей, где работают 10 молодых специалистов. Одной из важных задач является трудоустройство 40 298 выпускников 11 классов общеобразовательных школ Андижанской области. В настоящее время 23 654 из них на основе принципа «мастер-ученик» обучаются тому или иному ремеслу. Как показывают результаты приведенного среди молодежи опроса, 13 740 юношей и девушек намерены заняться предпринимательством. И уже 4 604 планируется выделить кредитные средства в общей сложности в размере 40 миллиардов 900 миллионов сумм. Таким образом, в Андижанской области продолжается системная работа по обеспечению занятости молодежи. При этом максимально эффективно используются все имеющиеся в этом направлении возможности. Продолжение следует...